Фонд помощи Новороссии и Донбассу 2 августа. Вот устроили пункт приема гуманитарной помощи. Очень много людей, и мы не ожидали, что будут нести наличные средства. Поэтому организовали вот такой вот несгораемый ящик нашли. И вот смотрите, кто даже кладет. Спасибо огромное. Как вы с собой делаете? Стесняется? Маша. Маша. Произошел спонтанный сбор средств. Обратите внимание. Люди начали предлагать деньги. Чтобы не ложить их в карманы, это некрасиво. Скажут, там украли, или что-то там очередной дом себе собирают, или хатынку там где-нибудь строить собрались. Организовали такую бутылку, начали складывать денюжки. Вечером вскроется, пересчитается все до копеечки. Отчитается все за копеечку. Куда пошло, зачем пошло, для чего. И сколько граждан не на митинги собрали. Вот так спонтанно средств. Игорь. Вот такие у нас волонтеры, как Сильвестер Сталон. Наски не сеть, наски путь волки. Принимаем. Наски не сеть, принимаем. Наски не сети, путь волки за ски. Ребята, пожалуйста, чтобы вы понимали, что тут происходит. Чтобы оно ходит. Конечно, можно. Лично стрелков увезем. Да, да, да. Менты гвардисты. Наски не обходили, для того, чтобы помочь таким краше. А мы сейчас... Чёрт вам надо. Сейчас. Поскрашим. Давай. Давай туда. Второе августа 14-го года. Митинг битв за Донбасс. Вот мы вскрываем ящики, которые собирал наш клон. Вот люди вокруг стоят, которые станут свидетелем. Да, да. Всё. Учтено. Примем закончен. Новороссия, новая Россия, Новороссия, русская земля. Мы в Иберию верим с новой силой. Новороссия. Новороссия, новая Россия. Новороссия, русская земля. Мы в Иберию верим с новой силой. Новороссия. Итого сегодня, второго числа, на митинге «Битва за Донбасс» вашими силами было собрано в рублях 725 500 рублей, 722 гривны, 385 долларов и 100 евро. Я могу приблизить... Биллион, ребята, биллион! Вы понимаете, митинг? Биллион! Вот мы закупили только вчера за 20% от рыночной стоимости, потому что долго долбали фармацевтическую компанию, только антибиотиков. 5 тысяч флаконов, да, снимают флаконов, вышло всего на 60 тысяч рублей. То есть вот на эти суммы можно купить практически 100 тысяч антибиотиков, либо купить порядка 200 бронежилетов пятого класса. Броники! Ну, пищу мы не будем брать. Броники, локеры, броники, тепловизоры, тепловизоры, берцы. Берцы. А, опять же, миллион гривенов, миллион рублей, это у нас 1129 берцев. То есть мы сможем... А по древности три, вот сейчас стрелков прислал, 3 тысячи штук срочно не отходили. То есть мы треть уже за сегодня только обеспечили. И плюс 500 приезы натуральными, биллион. Спасибо всем огромное. Вот сегодня, да, спасибо огромное. Сегодня, значит, отправляется машина в Росков, потом сразу в Донецк. Вот с этим грузом мы ее соединяем с нашим основным грузом, который уже выложим. По нему подробно отчет, видеоотчет на нашем сайте. Там уже загружено 1129 берцев, 120 бронежилетов. То есть груз очень большой, вот вместе с вашим получится 6 тонн, либо 37 кубометров груза, который уже через 3-7 дней, в зависимости от коридора, будет доставлен в Донецк в руки Игоря Ивановича Стрелкова. Вы посмотрите видео-подтверждение, оно будет обязательно от Стрелкова, от Губарева, от Екатерины Губаревой и от некоторых таких великих бойцов, как Моторола, для которых мы именно адрес направляем некоторые, так сказать, подарки в кавычках. Спасибо всем огромное. Спасибо. То есть командиры просят что-то отдельно, командиры приезжают, принимают этот что-то отдельно. Отчет сегодня же появится на нашем сайте и попадет в финансовый отчет вся вот эта вот сумма. Ну что ж, все, машина загружена, добавили в нее груз митинга «Битва за Донбасс». Благодарим организации, которые помогали в творе гуманитарной помощи. Это фонд славянской письменности, это общественное движение «Битва за Донбасс», «Русский выбор» и просто люди, которые пришли и помогли. Огромное спасибо. Машина под завязку, Игорь водила, не знает, что делать и как везти, но обязательно довезет. Так, ровно 35 кубов, 6 тонн, все отправляется буквально через несколько часов в Донецк. Будем вас сформировать. Всего доброго. До связи. Совсем забыл сказать, так как груз особо ценный и везем очень серьезные вещи, поэтому с нашим водителем отправили сотрудника спецназа. Так, он закрылся у нас. Давай, откроемся. Это сегодня нам бабушка на митинге «Битва за Донбасс» подарила вот такой вот талисман для Игоря Ивановича Стрелкова. Вот и везем. Везем, отправляем к Игорю Ивановичу Стрелкову. Продолжение следует...